Подкуровка Подо мной одно из крупнейших в мире месторождений мела. Природных ресурсов здесь не меньше, чем на 400 миллиардов рублей. Однако с грустью констатирую, что эти богатства принадлежат не Подкуровцам и вообще не Ульяновской области. Нам случайно повезло иметь такую сокровищницу. Это федеральные владения. И дальновидные российские руководители решили, что подземные блага должны приносить пользу и прибыль. Так появилась мысль о строительстве завода «Конч», который готовы возвести наши китайские партнеры из провинции Аньхой. На пути в Подкуровку нам попалось место, совсем не похожее на фрагмент обычной сельской жизни. Посмотрим, кто здесь и что. Против цементного завода. То есть я вот, это мое личное решение, взяла палатку, поставила. Я уже на заслуженном отдыхе пенсионер, как у нас называют. Я работаю предпринимателем. Просто я неравнодушный человек, хотя, в принципе, я здесь не живу, я из Ульяновска. Мы пенсионеры, ездим, поддерживаем солдатскую ташлуку. По поводу будущего цементного завода. Дело в том, что пенсионеры тоже имеют право на жизнь. Это первый момент. Второй момент. Очень многие молодые, которые сейчас здесь не пришли, но они понимают, что там рабочие места будут минимальные. Это однозначно. Ну, посмотрите, там, знание китайского языка, там, опыт и так далее. То есть это уже все написано, кто здесь будет работать. И потом, там же написано в соглашении, которое было опубликовано, что квоты будут увеличены, миграционные. То есть реально идет вопрос о том, что здесь будет все-таки иностранная рабочая сила. Вот, пожалуйста, цементный завод. Мы против цементного завода. Понятно. Расскажите, как проходят? Вы который день здесь уже? Сначала. Это сколько дней? Да уже 7-8. У нас такой план. Мы теперь меняемся. Вот мы сутки. Нас будут менять, потому что по 4-5 дней здоровье у нас не лишнее. Мы решили, сутками будем здесь. Такой у нас распорядок. Вот, пожалуйста, кроссворд, книжки. У меня вязание есть. Мы вот так проводим свое время. Здесь десятка два. Каждый день десятка два. И у нас постоянные на ночь остаются. Мы не покидаем лагерь вообще. У нас здесь участковые, у нас тут милиция. Они нас охраняют. Самая красивая палатка в этом лагере. Как мне сказали, здесь живет блогер Камиль Багудинов. Давайте заглянем. Его сейчас нет. Скромненько. Нас поддерживает Куриной, наш депутат, за которого мы голосовали. Губернатор Морозов, услышь людей. Не нужен нам никакой завод. Кто там, одни пенсионеры, нормальные люди, все где, кто нормальный, они где-то на работе. Им некогда там стоять. Поэтому проплачено. Им все равно где стоять и когда стоять. Где молодежь? Почему я вижу только маленьких детей и пенсионеров? Все на работе? Не, ну как молодежь? Ну, кто-то пьет. И такое у нас есть. Ну, кто-то работает. В основном, как-то, молодежь, в основном, так скажем, человек по 15, по 20, ездит на вахту. В Москву, в Питер, на строительство, в домах, в сооружениях. Завод? Я, мое мнение, чтобы завод был. Почему? Ну, я бы еще в рабочем месте, там, после налоги будут отчисляться со временем. И вот, где они, эти, молодежь будет оставаться. Селот же там развивалось ей. А нас что, вымирать селот? Что, одни пенсионеры остались? Где молодежь? Не могут быть бабки не есть, не питаться, понимаете? Я же не молодой парень здоровый, там, какой-то, там. Ну, кто будет нормальный ночами, сутками быть там? Ради чего, именно ради чего? Ради чего? Они думали обо всем, об будущем, хотя бы думали, кто? Кто о них там думал? Один, два человек, которые, не зная о чем. Ну, кто, вы же видите, кто поднялся-то? Ну, кто поднялся? Бабульки. И кто их поднимать-то? Ну, что их поднимать, бабулька? И помешай ей что-то, и она пойдет за тобой, будет ходить за тобой по этой поляне. Бунт был поднят за много раньше, до того, как люди приехали из Китая и объяснили, показали, как это там происходит на самом деле. То есть, я понимаю, вот в моем мнении такое. То есть, это было проплачено, либо кем-то, ну, то есть, я считаю, что это какая-то политическая игра. Председатель общественной палаты Александр Чепухин тоже был в гостях у противников возведения завода. Какой видит он возможностью регулировать ситуацию? Есть группа вменяемых людей, с которыми можно разговаривать, и которые с удовольствием слушают. Вчера они все вот около меня стояли. То есть, мы с ними разговариваем, потом влетает к нам, какой-то человек начинает кричать, так эти же люди его выбрасывают, говорят, уйди не мешай, мы же разговариваем с человеком, зачем он нам мешает. То есть, это все происходит на этой площадке. Мы оттуда уехали, все ушли. Остались четыре человека. Поэтому для того, чтобы дальше работать с этими людьми, разговаривать и давать им информацию, а ведь самая большая беда, что ее нет. Сегодня члены палаты и предложили, а давайте мы в автобусы посадим людей и свозим на цементный завод в Пензу, о котором очень много говорят, где наши ульянские ребята работают на эскалаторах. Есть среди подкуровцев те, кто в составе ульяновской делегации в июле этого года ездил на завод «Конч» в Китай. Среди них Александр Лемесев. Все были ошеломлены тем, что увидели там. Просто, так скажем, даже не ждали этого. Что вас удивило? А удивила чистота и порядок. И не только на заводе, а вообще по всему Китаю. Мело мы не видели ни на одном из заводов, где мы были. Почему? Ну, потому что само производство чистое, экологически. Сами месторождения, где добываются. Тем более у них не из мела делается, а я не специалист. Ну, вот то, что в карьерах я видел, типа наши щебенки. Вот эта концентрация по трубам. Ну, диаметр где-то около метра, полутора метров трубы. Они с месторождений идут на завод. То есть при этом нигде никаких выбросов, мела, мусора, пыли. С этих, не знаю, как это назвать их. Путепроводы, мелопроводы мы не видели. То есть в городе Таулин, по-моему, в 10 километрах от завода это месторождение. Три километра по городу идут от трубпроводы, по городу. Нигде, везде чистый порядок. Видите, нам всегда пример ставят, Морозов, Сергей Иванович, ставят пример Кузоватский район. Туда-сюда, тот район. Ну, там предприятие, там работа. А нам что поставить? Если у нас нет ничего городообразующего, нам надо чем-то жить. Понимаете? Ведь не то время сейчас, чтобы было плохо. Понимаете? Не дадут просто, сейчас жить не даст, чтобы был завод плохой. Надо жить по-другому. Надо оторваться от всего. Мы не живем в том веке, когда было все. Сейчас надо как-то к чему-то идти хорошему, стараться к этому идти. А сейчас правильно, правильно Сергей Иванович говорит, инвестиции приходят, инвесторы, здесь покричат вот такие вот, они поворачиваются, уходят. У нас не будет ничего у нас хорошего. Так будет у нас плохо. А сейчас, если правильно, если эти отвергнутся инвесторы, те отворачиваются, ну как же, ну скоро махнут на нас рукой, ну и живите как. И будет у нас не село, а будет садовое общество, там потом перейдет. Ну, если, ну, у нас уже 40% дачников. Вот у меня двое детей. Я хочу, чтобы они у меня росли и жили непосредственно там, где живу и расту я. Я здесь живу в седьмом поколении. То есть, сами понимаете, да? Я непосредственно, я явлюсь именно коренным жителем села. У меня мама здесь выросла, дедушки, прадедушки, мои дети здесь растут. Я не хочу, чтобы мои дети куда-то ездили, где-то на какие-то заработки. Я хочу, чтобы это происходило тут. Я хочу, чтобы село развивалось, наше село. Подкуровцы и ташлинцы народ горячий. Возможно, это связано с особенностями менталитета, а возможно, с какой-то информированностью или неинформированностью, похожей на зомбирование. Тезисы на баннере пугающе заявляют о заболеваниях, которые могут быть спровоцированы появлением завода. Однако, производственные стандарты завода и очевидцы с производства говорят об отсутствии рисков в стенах предприятия. А что касается доставки мела, закрытая транспортерная лента обеспечит беспылевой способ доставки материала. К слову, один километр такой ленты будет стоить 100 миллионов рублей. Это серьезно. Не менее внушительна цифра в 400 рабочих мест, большую часть которых займут местные жители. Поэтому, подкуровцы, ульяновцы, потратьте это время на обучение, повышение своего профессионального мастерства, языки. С вами была Диана Кавелла. Смотрите улправда.ру. До новых встреч. Или, как говорят китайцы, ця день.